Международный женский день – праздник для всех представительниц прекрасного пола, в том числе тех, кто отбывает наказание в исправительных учреждениях. Лишившись свободы, девушки теряют возможность носить красивую одежду, пользоваться разнообразной косметикой, а главное – воспитывать детей и заботиться о мужьях. Татьяна Карасева отбывает наказание в Ивановской колонии номер 7, 11,5 лет за наркотики. По ту сторону забора ее ждут две дочки, 5 и 6 лет. Женщина сожалеет, что в свое время натворила глупости и теперь не может заниматься воспитанием детей. Опеку над девочками оформила на себя бабушка-блокадница. Разлука дается Татьяне непросто. По возможности старается звонить домой и писать письма. Вот она, конечно, может мне там и стихи все рассказать, что у нее там в садике происходит. Маленькая не ходит в садик, вот Катя, а старшая ходит в садик, бабушка ее регулярно водит в сад. В колонии женщина трудится в котельной. Свободное время проводит в студии кабельного телевидения, монтирует видео, готовит ролики для местных концертов. Срок заключения истекает в 25-м году. Женщина надеется на УДО, хочет поскорее вернуться к семье и дочкам. Уверена, что дети помогут ей избавиться от пагубной привычки и не повторить ошибок прошлого. Невозможно, скучаю. Маме 78, естественно, она их сюда не повезет, они совсем крохи. Тяжело, дорога, все-таки это Калуга. Мама живет в Калуге вместе с ними, а это почти 500 километров, то есть далековато. Только телефон, поэтому очень хочется обнять уже их всех. А вот у Светланы Ивановой своих детей нет. После освобождения женщина мечтает взять ребенка из детдома. Еще, будучи на свободе, она вступилась за соседского мальчишку, на которого поднимал руку отец-алкоголик. Попыталась оттолкнуть дебошира, в результате летальный исход. Суд назначил наказание, 8 лет лишения свободы. Естественно, с Адениным я очень рассказываю, тем не менее, мне очень интересует судьба этого ребенка. Если бы, конечно, можно было бы вернуть все заново, можно было бы изменить что-то заново. Вот, а так, в дальнейшем я хочу забрать этого ребенка, он сейчас находится в детском доме. Естественно, если мне позволят. Семья у меня хорошая, родители, сестра. Своих детей у меня нет. Естественно, у меня проснулось вот как материнское чувство к этому ребенку. Мысли о детях, чужих или своих, это, пожалуй, то немногое, что заставляет женщин преодолевать трудности и идти дальше. Ведь без мечты отбывать наказание было бы невыносимо. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.